У нас сейчас продолжение акидата салифа салих. Сегодня позавчера уроки все арканы имана, столпы имана я рассказал и закончили мы урок на иман предопределение Аллаха. Сегодня я хочу рассказать очень само по себе понятие иман как это понимали сподвижники пророка саллиллаху алейху ассалям, таби'ины и те которые последовали за ними до самого Султануаля, до наших дней как понимают понятие какое у них представление об имане, что такое вообще иман. Иман это вера или что-то другое как они понимали себя иман. Вот это хочу сегодня коротко вам рассказать из основ акида праведных предшественников, то есть пророк, сподвижники и те которые с ним следуют до самого Султануаля. Из основ вероубеждения, вероучения, акида тусалев, иман это слова единобожья и убеждения в сердце и деяния делать частями тела. Это и есть иман. И если даже одно из этих будет отсутствовать у человека, вера в человека не будет считаться правильной. Убеждения в сердце, слова в языке и частями тела совершать определенные поступки и также иман увеличивается и уменьшается. Вот такая была, вот такой акида была, ахлю сунна валь-джамаа. Всего лишь чистая вера без всяких сопровождательных действий, которые подтверждают веру человека. Эта вера не принесет человеку пользу. Никому эта вера не принесет пользу. Вера в сердце, если человек не совершает какие-то дополнительные деяния, определенные деяния, вера в сердце человека не спасает его перед Аллахом Субхануа Тааля, судьбой деяния в этой думе. Если всего лишь вера была бы достаточно в сердце, это было бы достаточно и для Иблиса. Пусть Аллах сохранит нас и вас от его козни. Иблис знал, что Аллах Субхануа Тааля, что он един, что у него единятся товарищи. И также он знал, что он непременно прибудет к Аллаху, его вместо возрешения к Аллаху Субхануа Тааля. Но однако, когда к нему пришел приказ от Аллаха, сделайте сажду Адаму, все ангелы сделали сажду, кроме Иблиса. Иблис возгордился, отказался и стал одним из кафиров, неверующих. Ему не помогло, Иблису не помогло и не поможет то, что он верит сердцем, что Господом является Аллах, у которого найдутся товарищи. И также, что он возвращается к нему. Эта вера ему недостаточно. Почему? Потому что Иблис не выполнял, не выполнил то, что Аллах ему приказал. Точно так же, если сегодня человек не делает ничего из религии, нет у него ни намаза, нет у него ни поста, ни закат, ни хаж, вообще даже в мечеть не заходит человек. В год один раз заходит мечеть человек. Закат Са дает каждый раз за Байран и все за это, остальное все время человек вообще не возвращается к Аллаху, не делает намаз, не делает покаяние. Как он может быть мусульманином? Как он может быть верующим? Из-за того, что его зовут Мухаммад, что ли? Если всего лишь вера была бы достаточно, чтобы считался человек мусульманином, как только что я вам пример привел, Иблиса, Иблиса тоже это не было достаточно. Также кафирам, из числа Курашитов, эта вера не была достаточна. Надо было им еще поклоняться Аллаху Субхану Хуата'алу. Как я сказал, иман это убеждение, слова и амал, амал человек, деяние частями тела, увеличивается, когда человек увеличивается посредством Таата, поклонения, уменьшается по причине грехов, которые человек совершает. И кто выполнил все эти обязательства, вот это у кого присутствуют все эти три качества имана, убеждение, слова на языке и дела, у него усовершенствовалась вера. А кто, у кого есть два без одного, без амала, его иман не считается действительным, потому что амал, деяние, это неотъемлемая часть имана, и она входит внутри имана. Иман без амала не считается правильным, и это недостаточно человеку. Это единогласное убеждение, единогласное мнение ученых Ахли Сунна Вальджама'а. Они говорят, нету имана без амала, нет слов, не считается слова, недостаточно слова, или же амал без намерений, без правильных намерений. Также недостаточно слова, амал и правильные намерения без совпадения Сунна и Пророка Мухаммада. Воистину, Аллах в Куране называет искренне верующих, верующих тех людей, которые уверовали в Аллах, и те, которые выполняют то, во что они верят, из основ религии, из его отведения, как явное, так скрытое. Аллах сказал в Куране, верующим являются только те, в сердце которых испытывает страх при упоминании Аллаха, вера которых усиливается, когда им читают его аяты, которые уповаются на своего Господа, которые совершают намаз и расходуют из того, чем мы их наделили. Они являются истинно верующими, им уготовлены высокое положение у их Господа прощения и щедрый его дел. Здесь Аллах, когда описывал верующих людей, Он здесь описал их деяния. То есть, с этого, что мы понимаем, понимаем, что в дела входят иман человека. Аллах, субхану ата'аля, иман и амалу салих, праведные поступки, всегда вместе вспоминает в Куране. Потому что отдельный взятый иман без сопровождательных, хороших поступков не приносит пользу. Человек, который не молится никогда, «Валлахи, вилляхи, таллахи», как бы его дедушки и бабушки не молились, носили бороду, были учеными, ходили в мечеть, как бы он не ходил хранить умерших своих родственников по исламскому традиции, он не может считаться мусульманином, как бы его не звали Мухаммад или другими мусульманскими именами, как бы он не считал себя мусульманином, клянусь Аллахом, такой человек не может быть верующим. Потому что, чтобы верующим нужно быть, иман, вера в арабском языке – это иман. Иман, чтобы человеку было правильным, нужны убеждения в сердце, слова на языке, слова свидетельства, и также деяния, которые подтверждают иман человека. Или же оставление тех деяний, которые выводят человека из ислама. Я это чуть позже здесь еще вам расскажу. Аллах сказал, воистину, обителю тех, которые уверовали и совершали добрые, праведные деяния, будут цады Фердауса. Иман и праведные деяния, Аллах здесь сказал. Также Аллах говорит, воистину, к тем, которые сказали, наш Господь, Аллах, а потом были стойки, стойко стояли в религии Аллаха, выполняя то, что Аллах приказал, оставляя то, что запретил Аллах его послание. К ним нисходят ангелы и будут говорить, не бойтесь и не печальтесь, а возрадуйтесь раю, который был обещан вам. Также Аллах сказал в Коране, этот рай дан вам в наследство за то, что вы совершили. Не за то, за вашу веру, только за вашу веру, а за то, что вы совершили, сказал Аллах. Посланник Аллах говорит, этот хадис тоже нам говорит о том, что дела входят в составную часть имана. «Иман около 70 частей. Иман состоит около 70 частей. Било это от 3 до 7. От 73 до 77 частей состоит иман. лучшие из этих частей слова а самое нижнее по достоинству убрать с дороги то, что мешает людям часть имана сказал пророк убрать то, что мешает людям из дороги пророк сказал его назвал иманом также стыд пророк назвал частью имана значит, что из этого мы понимаем? что иман состоит из деяния без деяния иман человека недействительный еще раз повторяю как бы человек не веровал в единство Аллаха и не веровал, что он вернется к Аллаху и Аллах воскресит его судный день и он будет полагать, что его знание об Аллахе знание того, что создателем является Аллах поможет ему это ему не поможет иман это слова убеждения и дела подтверждающие это иман иман и амал они тесно связаны друг с другом и их невозможно разделить друг от друга амал это сущность имана это суть имана амал это то, что то, на что указывает иман амал это половина смысл имана братья мои ахлю суннавальджамая верит в то, что иман как я уже сказал кауль слова и амал увеличивается когда человек увеличивает ибада поклонение до такой степени что человек иман может как горы и уменьшается когда человек совершает грехи до такой степени что даже может ничего не остаться от этого имана и что верующие люди они превосходят друг друга в своем вере мурджииты что говорили мурджииты говорили если человек сказал слова свидетельства то это ему достаточно и у всех людей которые говорят ла и ла и ла и ла у них иман одинаковый говорят мурджииты иман одинаковый твой иман и иман Абу Бакра одинаковый это гулят мурджи говорит так но современные мурджииты они чуть поменяли но суть остается одно мурджииты всегда выводят дела из имана старые мурджииты вот давнешние ранние мурджииты они открыто говорили что дела не входят в составную часть имана а современные мурджииты говорят когда им говорят что такое иман они говорят слова дела, убеждения и дела, но в практике они говорят совсем другое, в практике они совсем говорят другое и показывают нам другое. Аль-Люсану Аль-Джима'а верит, что верующие мусульмане бывает превосходят друг друга в своем имане, исходя относительно, какие у них будут деяния, такое у них и будет иман. У некоторых иман больше, чем у других, об этом есть очень много аятов в Уране, Аллах говорит в Уране, когда не посылается сура, то среди них находится такой, который говорит, чья вера от этого стала сильнее, это слова Аллаха. Что касается тех, кто уверовал, то их вера от этого усиливается, вера усиливается и они радуются. Из этого мы понимаем, что вера увеличивается и уменьшается. в другом аяте Аллах сказал, чтобы усиливалась вера верующих. Также в другом аяте Аллах сказал, он тот, кто не послал покой в сердца верующих, чтобы их вера увеличилась. также Аллах субхану аяте Аллах сказал, люди сказали им, народ собрался против вас, побойтесь же их. Однако это лишь приумножило их вера и они сказали, нам достаточно Аллаха и как прекрасен этот подключитель и хранитель. посланник Аллаха сказал, кто любит ради Аллаха, кто ненавидит ради Аллаха, кого нужно ненавидеть, у него вера стала совершенным, сказал пророк. Салли Аллаху алейху алейху асаляма, значит у кого это нет, у него несовершенная вера бывает. С этого что мы понимаем? С этого мы понимаем, что вера человека увеличивается и уменьшается. Также пророк сказал, когда какой-нибудь что-нибудь греховного вы видите, остановите его рукой, если не можете, то языком, если не можете, но сердцем хотя бы не возненавидьте это. Это самая слабая вера человека, сказал пророк, салли Аллаху, алейху ассалям. Вот так знали, выучили, сахабы, сподвижники пророка, салли Аллаху, вот так поняли, благородные сподвижники, да будет доволен имя Аллах, понятие имана от посланника Аллаха, салли Аллаху, алейху ассалям. Они поняли, что от посланника они поняли и учили, что иман это слова, убеждения и дела увеличиваются и уменьшаются. И что верующие люди превосходят друг друга, среди них есть, которые опережают других своими хорошими деяниями, среди них есть такие, которые поступают несправедливо против самих себя, есть среди них такие, которые совершают хорошее деяние, есть муми, есть муслим, и все они не одинаковы перед Аллахом, субхану ва-та'але. Все верующие не одинаковы перед Аллахом, субхану ва-та'але. Одним дал предпочтение над другими, также поднял от них по толстойницу над другими. Вот сейчас отключу камеру, хорошо, что напомнил. Амур Амир Му'минин, Али ибн Абиталиб, ради Аллаху альгу, сказал, ассабру миналь иман, место сабра в имане, какое место занимает сабр имане? Сабр это деяние. Деяние, значит, входит иман. Сабр занимает в имане такое же место, сказал Али ибн Абиталиб, как голова занимает место в теле человека. Маля сабра лягу, тот человек, у которого нет сабра, ля имана ля. Нет у него имана, сказал Али ибн Абиталиб. То есть он тоже говорит, что дела входят, такие как сабр, входит в иман. Абдуллах ибн Масхуд сказал, ради Аллаху альгу, Аллахумазид на имана, о Аллах, увеличь наша вера. Значит, понимание сабра, саляфов, сподвижников, вера увеличивается. Также говорил, о Аллах, увеличь наша уверенность и наше понимание. Абдуллах ибн Аббас, ради Аллаху альгу, Абу Хурайра, ради Аллаху альгу, и Абу Дардак говорили, Али иману язииду в янкуз, иман увеличивается и уменьшается. Али имам, вакии абнуль-джаррах, рахмуллах, говорил, Али сунна вал жама'а, якулу, говорят, Али иману каулу в аамал. Иман это слова и амал, и деяния. Имам али сунна, Ахмад бн Ахамбал, говорил, Али иману язиду в янкуз, иман увеличивается и уменьшается. Его уменьшение происходит по причине оставления каких-то деяний. Хасан аль-Васли говорил, Иман это не украшение, не наряжаться, Это не только украшение. Валя биттаман, и это не желание включить нашиды, Какие-то лежать в диване и мечтать. Это не иман. Однако иман, что укрепилось в сердце человека, И подтверждает его деяние. Это и есть иман. Имам аль-Шафи, рахматуллахи, сказал, Али иману каулу в аамал. Иман это слова и амал. Это слова имама аль-Шафи. Язиду в янкуз, увеличивается и уменьшается. Язиду в янкуз, увеличивается, когда делаешь таа. В янкуз в янкуз, уменьшается, когда совершаешь грехи. Абдуллахи аль-Хумаиди сказал, Иман это слова и деяния. Увеличивается и уменьшается. Не приносит пользу слова без деяния. Не приносит пользу ни деяния, ни слова без правильных намерений. Не приносит пользу ни слова, ни дела, ни намерений, если это не совпадает в сунне пророка Мухаммада, саллиллаху алейху ассалям. Аль-Хафи, Абу Умар Абдул-Барх, говорил, рахматуллахи алейх, Ахлюль-Фикх, ученые Акида, Ахлюль-Хадис, ученые Хадисом, единодушны в том, что иман это слова и деяния. Нет амала без намерений. Иман у них, в анимании этих людей, говорил он. Язиду бит-та'а, увеличивается с увеличением та'ата. Ваянку субельмасия, уменьшается при совершении грехов. Ва та'ату куллуха индахум иман. Все виды поклонения, подчинения у них, у этих Ахлю Сунна, у Аль-Жама'а, считалось иманом, сказал он. Значит, иман входит в и дела. Таких убеждений придерживались все благородные сподвижники пророка, саллиллаху алейху салям, и те, которые следовали за ним. Из числа мухаддисов, фукухаов и имами этой религии. И те, которые следовали за ними до самого судного дня. В общем, под итоги, то, что я сказал, в нескольких строках скажу вам, братья. Понимание имана в убеждении Ахлю Сунна, у Аль-Жама'а. Что такое? Что такое? Иман, вера. Понимание Ахлю Сунна, у Аль-Жама'а. Понимание пророка. Понимание сахабов. Понимание таби'инов и те, которые следуют за ними до самого дня. Имань – это слова. Имань – это слова, убеждения и дела. Три составных частей неотъемлемых имана. Без одного, которого иман не принимается. Если мы выводим дела из имана, мы становимся муджитами, заблудочими. Если мы говорим, что дела тоже должны быть, слова тоже должны быть, но в сердце убеждения и наложения – это уже лицемерие, потому что в сердце нету, ты сверху показываешь, на показуху все делаешь. Ахлю Сунна, у Аль-Жама'а говорят, что иман – это слова, убеждения и деяния увеличиваются с увеличением имана, хороших, уменьшаются по причине грехов, которые совершают. Также убеждение в том, что не все мусульмане одинаково перед Аллахом, у кого выше, лучшее деяние, кто больше всех старается усердствовать, тот занимает больше места у Аллаха. Я думаю, надеюсь, правильного множественного. Привел несколько доводов, слова ученых, которые они говорили, что деяние входит в амал, то есть деяние входит в иман, что иман увеличивается, уменьшается. Ахлю Сунна, у Аль-Жама'а не лишает человека этого атрибута, этого имана по причине каких-то дел, которые он совершает, или же из-за оставления каких-то обязательностей, если это оставление или совершение в основе своей не выводит человека из ислама. Из-за грехов Аль-Жама'а мусульман от мусульман не убирает, не отделяет это слово иман. Чтобы человека вывести из ислама, Аль-Жама'а говорит, человек должен сделать нечто такое из деяния, которое выводит человека из ислама. Поклоняться кому-либо помимо Аллаха. Судить не по законам Аллаха, Субхану Ва Та'Аля. Просить не в Аллах, Аз-Заваджал. Надеяться не на Аллаха, Субхану Ва Та'Аля. Отрицать любой, даже часть из того, что Аллах, Субхану Ва Та'Аля. Даже буквы отрицать из Кур'ана. Издеваться над религией Аллаха, Субхану Ва Та'Аля. Издеваться над Сунной Пророка, Салли Аллаху Алейху Алейху Асалям. И подобное. Мы знаем много на навакаду иман, который аннулирует человека иман. Или же оставление, которое считается куфром. Если такие деяния не сделают из-за того, что человек совершил какой-то грех, даже это будет пусть большой грех, ахли Сунну Вааль-Джамая не говорят, что этот человек вышел из ислама. Мы, аль-хамду лиллах, умма, которая придерживается середины, как Аллах, Субхану Ва Та'Аля, говорит в Коране, мы сделали вас уммой, которая середины. Мы и не придерживаемся убеждениям такферистов, которые за деяния, которые выводят, за маленькие, за большие грехи, которые выводят людей из ислама. Также мы не придерживаемся убеждениям мурджиитов, которые говорят, что если человек сказал языком «Ля-иллах, ля-ллах, мухаммаду салу», и верит сердцем, это ему достаточно после этого, чтобы человек не делал. Мы говорим, что в деяния входит иман, но не все деяния считаются составной частью имана. Не все деяния считаются составной частью имана. Человек, который совершает большие грехи из числа мусульман, если его, этот грех он не считает дозволенным, он знает, что это харам, но при этом все равно он совершает ее, он в этой дуне считается верующим, у кого слабая вера. Он верующий из-за его имана, он одновременно и нечестивит из-за своего греха, который он совершает. А что касается Ахирата, судного дня, он под желание Аллаха, если захочет простить ему, если захочет накажет, но он не будет из числа тех, кто вечно будет в огне. Посланник Аллаха, салли Аллаху алейкум алейкум ассаляма сказал, ко мне пришел ангел Джибриль, алейкум ассалям, и обрадовал мне благой вестью о том, что кто бы не умер из моей общины, не предавая Аллаху со товарищей, он войдет в рай. С такой, благой вестью, от Аллаха Джибриль пришел пророк. К рульту я сказал, говорит пророк, если даже он будет совершать прелюбодеяние, или будет воровать, Аля Джибриль сказал, если даже он будет совершать прелюбодеяние, или же если в Аллаху он будет воровать, он войдет в рай, если он не предает Аллаху со товарищами, Харис передаёт Бухари и Муслим. Абу Хурайра, Абу Дарда, с подвижник пророка, саллиллаху алейху ассалям, сказал, иман это как рубаха одного из вас. Яхля'у хумарратан, ва яльбасу хумарра. Который то одевает, то его снимает. Валлахи, ма амин аабдун аля аймани. Клянусь Аллахом, какой бы раб, не почувствовал безопасность относительно своего имана, он его потеряет, от него этот иман уберут, и он найдёт себя лишившим этого имана. Говорите же, что лицемерие боится только мусульманин, только мувмин, искренне верующий. От лицемерой безопасности будет чувствовать себя только лицемер. Точно так же, если человек, когда начнёт чувствовать свой иман в безопасности, он будет себя считать совершенным и не будет бояться за свой иман, он его потеряет. Так же, ибн Аббас сказал, своих сыновей звал один за другими и говорил, хочешь, я тебя поженю? Какой бы раб ни совершил зина, Аллах с него уберёт свет имана, говорил он. Ему спросил Икрима, как от него Аллах уберёт свет имана. Он сказал, вот так пальцы, вот так сделал, вот так Аллах от него уберёт этот иман, сказал. Если он сделает таба, и обратно к нему это вернётся иман, вот так показал. Ибн Аббас, ради Аллаху ану. В общем, ахли сыну Аль-Джама'я, человека не выводят из Ислама, из-за его грехов, будь это большие грехи или маленькие, если эти грехи в основе своей не являются выводящим человека из Ислама. Если даже это большие грехи, как прелюбодеяние, убийство человека, воровство, лжесвидетельство и тому подобное из больших грехов. Чтобы для того, чтобы вывести человека из Ислама, нужны такие же доказательства, указывающие на его куфр, такие, как указывает на его иман, его действия. Если от человека мы явно видим иман, вот такие же явные действия, явные у нас доводы должны быть относительно человека, чтобы вывести этого человека из Ислама. Также, на этом закончу, иншаллах, ахли сыну Аль-Джама'я, убеждение ахли сыну Аль-Джама'я разрешено, говорит, я верующий, иншаллах. Иншаллах смысл, если захочет этого Аллах. Некоторые говорили, зовущие, что нельзя говорить, я верующий, иншаллах. Так нельзя говорить, некоторые говорят. Аль-Джама'я говорит, можно говорить, я верующий, иншаллах. Иншаллах, когда говорится, не из-за того, что он сомневается в своей вере. Если человек сомневается в своей вере, он кафир. Он из-за адаба с Аллахом, субхану ва-та-Аля, из-за того, что он не чувствует в себе безопасности, из-за страха перед Аллахом, субхану ва-та-Аля, из-за того, что они боятся, что они, может быть, не все совершают, не все так, ну, как нужно совершать в исламе, это из-за адаба, из-за этой этикеты с Аллахом люди, мусульмане, говорят так. Такими намерениями можно говорить, я верующий, инша-аллах. На это есть доводы из слов спадвижников, из слов саляфов и имамов. И на этом закончился наш урок относительно имана. Что такое иман? Иман, коротко, слова, дела и убеждения. Три этой вещи должны быть для того, чтобы человек считался мысльем. Как убеждение является необходимым условием имана, вера в сердце, точно так же и деяние человека считается необходимым условием для того, чтобы вера в человека была правильной. Без деяния человек не считается мусульманином, чтобы он не говорил, чтобы он не утверждал. Это не зависит от его желания. Это религия Аллаха, субхану ва-та-Аля. Нужен амал. Аллах во многих местах Урана вместе вспоминает иман и праведные деяния, что указывает на то, что они тесно связаны и не разлучаются друг от друга. Так же вера увеличивается и уменьшается. Увеличивается, когда человек увеличивает аад, поклонение уменьшается, когда человек совершает грехи. И так же верим мы, что мусульмане не одинаково перед Аллахом. Вера в меня, некоторые превосходят других из-за их имана. У кого-то иман сильный, у кого-то иман слабый. Тоже указывает на то, что иман увеличивается и уменьшает. Так же мы не выводим человека из ислама из-за его грехов, если эти грехи в основе своей не являются мукафират, который выводит человека из ислама, из основ. И, иншаллах, на этом сегодня закончим. Завтрашний урок у нас такой щепетильный урок у нас завтра. Завтрашний у нас урок идет мас-аля такфира. Вопрос такфира. Очень такой щепетильный вопрос, вокруг которого есть очень много разногласий, споров, разделений. И, иншаллах, коротко. Завтра это тоже разберемся, иншаллах. Если на это будет воля Аллаха, субхану аути аля, жаза кублакхану, что вы послушали. Пусть Аллах примет ваши посты, ваши поклонения, сохранит вас и всех ваших близких. Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва рахматуллах ва рахматуллах.